Добрый день, уважаемые коллеги. Продолжаем серию образовательных мероприятий по вопросам подготовки заявок на участие в отборе проектов, предусматривающих создание объектов школьного образования с привлечением субсидий с федерального бюджета. Сегодня выступит сороковая Алена Игоревна, начальник отдела финансового планирования дирекции школы 2025. Семинар сегодня будет посвящен теме создания школ по 44-му федеральному закону, как получить субсидию и как правильно за нее отчитаться. Передаю слово Алене Игоревне. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Давайте начнем наш семинар. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема нашего сегодняшнего семинара – создание школы по 44-му федеральному федеральному закону, как получить субсидию и как за нее отчитаться. Данные презентационные материалы подготовлены в соответствии с правилами предоставления субсидий к приложению номер 27 в государственной программе развития образования. Для участия в отборе проектов с реализацией по форме 44 первоначально необходимо для субъектов Российской Федерации предусмотреть утвержденные в установленном порядке паспорта региональных проектов, обеспечивающие достижение целей показателей зато федерального проекта, входящего в состав национального проекта образования. А также необходимо предусмотреть наличие согласованного с Министерством просвещения Российской Федерации и утвержденного актом субъекта Российской Федерации паспорта регионального проекта, включающего региональный план мероприятий, то есть дорожную карту по кадровому обеспечению региональных систем общего образования, в соответствии с основными принципами национальных систем профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включенных в национальную систему учительского роста, утвержденных распоряжением правительства 3273Р. Требуем необходимые требования к проекту перед подачей заявки. Ваш проект должен реализовываться на территории муниципального образования субъекта Российской Федерации, имеющие значение коэффициента потребности муниципального образования субъекта Российской Федерации, то есть больше нуля. Очень важно, в случае, если потребность вашего муниципального образования будет меньше заявленного объекта, то расчет субсидий вам будет уменьшен, исходя из вашей потребности. Это пункт 21 наших правил. При подаче заявки вам необходимо подтвердить, то есть субъекту Российской Федерации, который подает заявку, необходимо подтвердить следующее обязательство. Реализация проекта соответствует пунктам 9 правил. Также субъект Российской Федерации обязан обеспечить создание дополнительных мест с учетом прогнозируемой потребности и соблюдения современными условиями обучения, включая их оснащение средствами обучения и воспитания. В соответствии с санитарно-педиологическими требованиями, строительными противопожарными нормами, федеральными государственными обзывательными стандартами общего образования, а также в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения необходимым при оснащении общеобразовательных организаций. Указанный перечень утверждается Министерством просвещения Российской Федерации. В данный момент это приказ Министерства просвещения 465. Подробнее про требования, установленные пунктом 9 правил. При реализации проекта субъект также обязан подтвердить следующие обязательства. Продолжение следует. Также необходимо обеспечить 20-часовое онлайн-видеонаблюдение с трансляцией информационной сети интернет. Срок создания вашего объекта проекта не должен превышать более трех лет. Для реализации отбора проекта вам необходимо представить заявку по форме и в сроки, утвержденные Минпросвещением России. На данный момент уже утвержден Минпросвещение России номер 112 о подтверждении порядка проведения отбора проектов, на реализацию которых предоставляют субсидии с федерального бюджета. Сроки по отборам устанавливаются индивидуально на каждый отбор путем создания объявления о приеме заявок проведения отбора проектов. То есть на каждый отбор у нас с вами выходит новое объявление, в котором указываются все сроки. Наша заявка по 44 ФЗ состоит из семи приложений. Первое приложение – это сама заявка. Приложение номер один – это паспорт. Приложение номер два – участки. Приложение номер три – подтверждение правил. Приложение номер четыре – размер субсидии. Приложение номер пять – технические сведения. Приложение номер шесть – проект документации. Очень важно, что заявка подписывается высшим исполнительным органом власти, либо лицом, имеющим право подпись с приложением доверенности. Также необходимо к заявке приложить вашу доверенность. В случае, если не приложить доверенность, заявка будет отклонена, либо отправлена на доработку. Особенности заявочной кампании. Необходимо создать отдельное сопроводительное письмо каждой заявки за подписью уполномоченного лица. То есть, если субъект подает 10 заявок, каждой заявке должно быть свое сопроводительное письмо со своими реквизитами. Субъект Российской Федерации может внести изменения в заявку, но очень важно, что до истечения срока приема заявок, который будет указан в объявлении об отборе. В случае предоставления заявки, в том числе внесения изменений по истечению срока окончания приема заявок, указанная заявка не допускается к участию в отборе. То есть, после срока окончания приема заявки вы решили подать какие-то сведения, либо редактировать свою заявку, данные сведения не будут учитываться. Также субъект Российской Федерации вправе отозвать заявку, направив в Министерство просвещения соответствующее уведомление, подписанное высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, либо лицом, имеющим право подписи. Особенности заявки, на что просим вас в очередной раз обратить внимание, исходя из наших прошедших уже нескольких отборов. При итоговой подаче заявки необходимо проверить расставленные приоритетности заявок, так как отбор производится исходя из указанной вами приоритетности. Если выбираете форму реализации проекта приобретения, то софинансирование из федерального бюджета будет осуществляться только в год выкупа объекта. Если вы создаете школу с бассейном, независимо, это одна чаша или две чаши, вам необходимо выбрать конструктив создания проекта, это школа с двумя бассейнами. Также важно, что в приложении «Предполагаемый расчет» вы загружаете в файл, и данный «Предполагаемый расчет» не является итоговой суммой размера субсидии. Расчет будет пройден в соответствии с правилами. В случае соблюдения всех высших перечисленных требований, ваша заявка будет отобрана для предоставления субсидий в рамках 44 ФЗ. Однако предоставление субсидий осуществляется на основании потребностей муниципальных образований субъектов, формирующих соответствие социалистическими данными и паспортами региональных систем общего образования субъекта Российской Федерации. И в случае дефицита средств из федерального бюджета, субсидии распределяются между субъектами Российской Федерации, проекты которых прошли отбор путем последовательного определения размера субсидий. Для каждого проекта субъекта Российской Федерации согласно информации о приоритетности проекта, определенной представленной субъектами Российской Федерации, Министерства просвещения, в составе заявки в порядке убывания коэффициента потребностей муниципальных образований, на территории которых планируется реализация проекта. То есть в случае дефицита средств из федерального бюджета не все муниципальные образования получат субсидию. В приоритете будет стоять муниципальное образование с наивысшим коэффициентом потребности по данному муниципальному образованию. Перейдем к отчетности за предоставление субсидий по 44 ФЗ. Типовой формой соглашения, утвержденным приказом Минфина России от 14 декабря 2018 года 269 Н, предусмотрено две формы отчетности. Первый отчет – это отчет о расходах, в целях софинансирования которых представлены субсидии, и отчет о достижении результатов использования субсидий и обязательств, принятых в целях их достижения. Отчет о расходах. Сроки предоставления данного отчета не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом. Форма данного отчета утверждена 269 приказом. Методические рекомендации по заполнению данной формы отчетности также приложены к приказу Минфина 269 Н. Сроки предоставления прописывают с вами в соглашении между Министерством просвещения и субъектом Российской Федерации. Отчет о расходах состоит из двух блоков. Первый блок – это движение денежных средств, в которые включают в себя следующие параметры. То есть субъекту необходимо заполнить параметр. Остаток субсидий на начало текущего финансового года, размер субсидий, подлежащий предоставлению финансовому году, сколько средств поступило на счет бюджета субъекта, кассовые расходы на очередную отчетную дату, то есть ежеквартально, сколько средств восстановлено в случае, если средств такие есть, сколько средств возвращено в федеральный бюджет, если средства такие есть, и сколько средств субсидий осталось на конец отчетного периода. Второй блок – это сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансируемых из федерального бюджета. Здесь вы прописываете наше КБК, сколько средств всего было предусмотрено, какие расходы на очередной отчетный период вы понесли, а также вы справочно указываете эту же информацию только уже по местным бюджетам. Следующий наш отчет – это отчеты достижения результата. Сроки предоставления – не позднее 10 февраля следующего за отчетным годом. Форма также утверждена приказом 269Н и методические рекомендации также приложены к 269 приказу. Сроки предоставления также с вами указываются в соглашении. Данная отчетность состоит из четырех блоков. Первый блок – это информация о достижении незначения результата в использовании субсидий и обязательствах в целях их достижения. Здесь вы указываете ваши плановые значения, показатели результативности, указанные в соглашении, а также вы указываете фактические достигнутые результаты на отчетный период, то есть не позднее 10 февраля следующего за отчетным годом. Второй блок – это аналитическая информация о достижении значения результата в использовании субсидий и обязательствах, принятых в целях достижения. Третий блок – информация о неисполненных бюджетных обязательствах по государственным контрактам на поставку товара, выполнение работы, оказание услуг, принятых в целях достижения результата в использовании субсидий. И четвертый блок – это сведения о принятии отчета о достижении значения результата в использовании субсидий. В случае, если субъектом Российской Федерации по состоянию 31 декабря года предоставление допущено нарушение обязательств, указанных в предусмотренных соглашении, до первой даты предоставления отчетности от достижения результата в использовании субсидий в соответствии с соглашением в году, следующим за годом предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены. Размер средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации, и срок возврата указанных средств определяется в соответствии с пунктом 16, постановление правительства, номер 399. Порядок и условия возврата средств из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, также установлены постановлением правительства Российской Федерации, 999. Пункты увидите на экране. Также предлагаем вашему вниманию перечень руководящих документов. На этом презентация закончена, коллеги, спасибо. Ждем ваших вопросов. Алена Игоревна, давайте я тогда озвучу, наверное, сначала вопросы из чата. Спрашивают, во-первых, на каждый объект необходимо готовить отдельную заявку. Да, на каждый объект будет отдельная заявка. Так, потом, в чем разница между заявками по 115-му федеральному закону и 44-му федеральному закону? Тема предыдущая у нас с вами была 21 августа. Мы проводили ребинар по заявкам по 115-му ФЗ и по 44-му ФЗ. Там есть различия по составу заявки. 115-й ФЗ – более развернутая заявка, имеет 11 приложений, а не 6. Можем направить коллегам презентацию. Там все подробно расписано. Да, коллеги, у нас записи предыдущих вебинаров выложены на YouTube. Тоже сейчас направим тогда ссылку. Так, далее есть вопрос по соотношению процентов софинансирования в рамках 44-го ФЗ. Так, в рамках 44-го ФЗ при приобретении объекта уровень софинансирования из ФБ, федеральный бюджет, я имею в виду, и ГБ от стоимости объекта. Соотношение процентов какая? Из 100%, 75% из ФБ и 25% из ГБ? Да, касаемо уровня софинансирования. Если мы берем с вами соглашение, которое будет заключено между Министерством просвещения и субъектом Российской Федерации, то уровень софинансирования там будет установлен в соответствии с распоряжением правительства 24-68, то есть нашим процентом по нацпроекту. Все зависит от субъекта Российской Федерации, с кем мы заключаем данное соглашение. В данном распоряжении вы можете найти свой уровень софинансирования, который будет учтен у вас в соглашении. Там будет указан минимальный уровень. Если вы хотите заложить своих средств субъектовых или муниципальных больше, естественно, у вас есть на это право. Так, пока больше вопросов в чате нет, коллеги, может быть, кто-то хочет голосом задать вопрос. Так, еще один вопрос в чате. Добрый день. Будьте добры, можно прояснить ситуацию уже по заключенным соглашениям. Если объект строительства один, а соглашение было заключено два на каждый год строительства, как отчитываться по завершению строительства? По данному соглашению мы с вами о каком соглашении говорим? Между Министерством просвещения и субъектом Российской Федерации? Потому что если вы говорите, что два соглашения, вы наверняка имеете в виду какие-то свои соглашения. Да, пишут, ответили «да». Коллеги, еще раз по поводу соглашений. Какие у вас два соглашения заключены на каждый год строительства? Мы сейчас о чем с вами говорим? По 44 ФЗ учитывается НДС. Оксана Григоренко. Может быть, будет удобно голосом озвучить тогда? А, вот она писала, Оксана. Соглашения между субъектом и муниципалитетом заключены на основании федеральных соглашений. Ну, так у вас Оксана Григоренко к вам обращает. Смотрите, у вас же соглашение между Министерством просвещения и субъектом единое, и вы отчитываетесь по нему. Коллеги, есть ли еще вопросы? Так, пока коллеги думают, озвучу на всякий случай, что материалы мы направим сегодня, как обычно. И ссылку на записи предыдущих семинаров я сейчас направила в чат. И также там появится запись и сегодняшнего семинара тоже. Так, ну, видимо, больше вопросов. А, вот еще спрашивают, возможно ли сейчас направить расчет субсидий на проверку? Да, конечно, вы всегда можете отправить на проверку расчет субсидий, а также проект вашей заявки, чтобы мы посмотрели с вами. Видимо, вопросов тогда больше нет. Алена Игоревна, спасибо большое за выступление. Коллеги, спасибо за участие. Тогда до встречи на следующих мероприятиях. Да, коллеги, спасибо, всего доброго. Спасибо. Продолжение следует...